Приветствую вас! Самым оптимальным вариантом будет согласиться со своим мужчиной, потому что видит теле. Человек очень похожий, что вами манипулируют. Человек очень похожий, что использует вас, хотя может быть даже сам этого не осознаёт. И его отношение к вам, оно вот такое. То есть, до тех пор, пока вы делали всё, что хочет он, да, это было нормально. Только вы перестали делать то, что ему хочется, и сразу же пошла такая вот достаточно негативная обратная связь, какая-то, да, вот. И, соответственно, вряд ли это изменится. Плюс мужчина начал ставить условия, что я тебе скажу, я тебя извещу, и, в общем, начал возвышать себя над вами. В этом случае, в этой ситуации, когда негативно так воспринимается, значит, позиция ваша, да, нужно, все-таки, согласиться с человеком. Вот, согласиться с ним, сказать, да, действительно, я американский, да, я вот такая, это всё, значит, ну, это всё правда то, что ты говоришь про меня. Вот, согласиться с ним и не спорить. То есть, не пытаться доказывать то, что вы не слон, потому что, скорее всего, у вас этого сделать не получится, ибо мужчина не склонен к тому, чтобы выслушивать какую-то критику в свой адрес. Вот, и, кроме того, у него есть, видите, он ссорится с вами, ну, и вы тоже ссоритесь, конечно, но и он тоже ссорится, вот, и это означает, что он не готов решать какие-то проблемы между вами, да, он не готов это решать, он видит, что он не готов решать, и, соответственно, отдаляется, понимает, что эта проблема рано или поздно станет снова, даже если вы помиритесь. То есть, разрубливать ситуацию можно только в том случае, если мужчина сам этого хочет, я не увидел то, что, того, что мужчина хочет меняться, я не увидел того, что человек понял, что был не прав, я увидел, что человек переносит на вас ответственность за свои поступки и, соответственно, не хочет брать на вас, на себя какие-то обязательства. Ну, вот, и всё, и всё, понимаете? По поводу того, что вы задели его самолюбие, да, вы действительно задели его самолюбие, но нужно сказать, что это полезно. Очень полезно, что вы задели его самолюбие, потому что это показало ему, как вести себя нельзя. Это дало ему опыт и, может быть, дало опыт вам, то, что, о том, что не нравится, да, говорить нужно сразу, о том, что вас не устраивает, высказываться нужно сразу, а не ждать чего-то. Вот, всё это полезный опыт. И для него, и для вас. Но выводы из этого опыта человек пока что делает неправильно. И причина этого, причина этого видится мне в том, что он не привык просто к тому, что вы, ну, заявляете о себе. Он не привык, он не привык к тому, что вы хотите чего-то для себя, он не привык к тому, что вы нуждаетесь в чём-то для себя. Он ко всему этому не привык и, соответственно, как бы, винить его здесь в том, что он вот так среагировал, обвинять его в том, что он так среагировал. Ну, можно, конечно, можно, но если бы вы изначально так себя поставили, я думаю, что проблемы бы не было. А так, получается, что вы его сперва приучили к одному своему поведению, да, и терпели, долго терпели. А потом, значит, вам надоело, да, вот, вам надоело. И... Вы о себе заявили. Скажу. А... Понимаете? Вот. И, соответственно... Такая вот история. Получается. У вас. Соответственно, вот так. Это то, что можно сказать по ситуации непосредственно вашей. То есть, это то, что можно сказать непосредственно по ситуации с вашим молодым человеком. А теперь, я бы хотел немножечко поговорить про вас. Про то, что касается лично вас. Смотрите. Что вы пишете? Значит, мы с моим парнем живем уже один год. В тот момент, когда мне связали, у него было много финансовых проблем, и я помогал ему их решить. Казалось бы. Казалось бы. Казалось бы. Ну, общее дело, да, казалось бы. Общие люди. Любимые люди, как вы пишете. Вот. Помогать, в данном случае, это нормально. Вот. Но мне почему-то показалось, исходя из вашего текста, что делали вы это слишком. То есть, вы, например, не задавали себе вопрос, почему молодой человек, допустим, переезжает, да, то есть съезжает с вами, несмотря на то, что у него проблем финансовых баллов. Вы не спрашивали себя, почему у молодого человека финансовые проблемы. И помогая ему решить проблему, вы привыкли, вы приучили его к тому, что он начал полагаться не столько на себя, сколько на вас. Это первое. И второе. Помогая ему, вы начали, естественно, обделять себя. То есть, смотрите, у вас здесь фигурируют несколько раз такие фразы, что я отдала всё до последней копейки, да. Я отдала всё, ну, типа, отдала последнее, и вот, типа, такое отношение ко мне. Вы здесь поймите, что дело не в молодом человеке, а в вас. Это был ваш выбор отдавать последнюю копейку. Это вы отдавали свои деньги. Это вы решили мужчину спасать, как бы, и ничего хорошего из этого не выйдет. Вот вы оказались в треугольнике Карпмана, Карпмана в роли спасителя, но на самом деле в роли жертв. Потому что ваша мама, как вы говорите, сама делала деньги, вам тяжело положиться на мужчину. Вот. Это означает, что ваша мама внушила вам, что деньги вы, к примеру, должны зарабатывать сами, что мужчины слабые, что на мужчину нельзя положиться и так далее. Вот. И в данном контексте, в данном контексте нельзя не обесценить себя. Нельзя не принять себя. То есть, я должна все обеспечивать, я должна все делать, я должна, значит, соответственно, всем заниматься, я должна это делать. Если я должна, то у меня обязанности, 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 обязанности. А желание где? Желания нет. Вот. Вы пишите много, за что платила, включая жилье, как-то спокойно к этому относилась, потому что это мой любимый человек, проблемы я считала общими и знала, что если мы сейчас это решим, то в дальнейшем все будет хорошо, хорошо. Нет. 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 Если у человека финансовые проблемы, то, опять же, без перемен, без изменений, без извлечения им выводов из этих ситуаций, ничего хорошо не будет. Хорошо у него стало только благодаря вам. Вы, когда пишете, что, значит, все будет хорошо, у нас, подразумеваю, у нас, вы, по сути, за нас, в кавычках, взваливаете на себя. То есть, по сути, нас, вы взваливаете на себя, мужчине, по вашему представлению, делать нужно меньше. Вот. Значит, парни все наладилось, у него он вышел на хорошую работу, делашки неплохо, мы счета делили пополам, дальше просто поделились, что он за телефон платит я за интернет, правда, в течение жизни, жизни, один год, это жизнь. Я видел, как он постоянно отправлял деньги родителям, помогал брату, я не имел ничего против, но когда были ситуации, что он говорил, что нет, у него денег не платить дошло, то я без лишней мысли платил, отдавая последнее бумагу, а на следующий день покупал себе деньги или отправлял опять домой, меня это задевало, и вы ничего ему не говорили. Знаете, какая история? Вы отдавали последнее, но вы ничего ему не говорили, о том число, это задевало. Ну вот. И со временем, конечно, конечно, эти чувства, которые в вас копились, они копились, 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 они никуда, эти чувства не деваются, они копятся в вас, и в итоге, значит, взрываются, в итоге это все просто взрывается в виде ссоры. Но, почему вы отдавали последнего? А почему вас задевало, когда он что-то покупал себе? Да, почему сделали? Потому что вы чего-то ожидали от него, вы ожидали от него действий, вы ожидали от него поступков. Но, эти самые поступки не были возможны именно по причине того, что вы взяли инициативу за это на себя, вы оплачивали то, что может быть не надо было оплачивать, и вам нужно было ставить мужчину перед фактом, что я не могу тебе помочь, но вы этого не сделали. Почему? Почему? А вот это вопрос интересный. Здесь включается, конечно, уже область предположений, скорее, потому что, ну, можно лишь только типовые случаи рассматривать данных аспектов. Вот. Но, мне как думается, что вы хотите отношения, вы хотели отношения, вы, возможно, боитесь одиночества, возможно, возможно, вы боитесь одиночества. Вот. И хотите, чтобы его не было, то есть хотите, чтобы одиночества у вас не было, вы боитесь его, боитесь одиночества. Ну, либо еще есть какие-то другие у вас мотивы, которые направляют вас, вот, в сторону, ну, такого поведения, в сторону такой модели поведения. Вот. То есть тут, опять же, нужно разбирать, для чего вы это делаете, зачем. Последний месяц у меня начались проблемы на работе, заработок пошел, он не тот, он это знал, и когда пришел платить за это же жилье, он сказал, что у него нет денег, так как у него машина сломалась. И знаете, я так же без всякой мысли оплатила все сама, и он знал, что я отдал вам все до последней копейки. Вот. Вы стали жертвой. Здесь вы стали жертвой. У вас нет личных границ. Вы готовы все отдать для другого человека, а так не работают. Нельзя, нельзя любить того, кто готов отдать все, и делать все для другого. Нельзя, потому что такой человек себя не любит. И вот основная проблема заключается в том, что вы, скорее всего, себя не любите. Не принимайте. Вот. Ну, обесценивается, да. Дальше. На следующий день он скидывает фотки с магазина, где он покупает себе одежду. Понимаете? То есть он не скрывает, да? Он не скрывает того факта, что он покупает себе одежду. То есть для него это нормально. Понимаете? Ладно, если бы он скрывал. Если бы он скрывал. Если бы он скрывал, не хотел показывать там и так далее. Это было бы понятно. Но он не скрывал. Он этого не скрывал. Значит он был уверен в том, что вы адекватно это воспримите, что вы не обидитесь, что все будет хорошо. Почему? Почему? Так. Я не думаю, вот здесь вы не написали ничего такого, что можно интерпретировать, допустим, как его какое-то издевательство над вами, как принижение вас. Такое ощущение, что мужчина просто делал какие-то вещи, не встречал никакого сопротивления с вашей стороны и привык делать то, что он считает нужным. Привык жить за ваш счет. То есть это в данном тексте не похоже на издевательство. Хотя, может быть вы, может быть вы просто что-то, ну, может быть вы что-то просто не описали, такое тоже может быть. Но вот пока то, что я вижу, абсолютно не похоже. Первое, что он сделал, так, оказалось, ему пришла зарплата, первое, что сделал, почему он тратит на себя. Ему голову не пришлось, что он не тратит на вас, ведь вы сами себя обеспечиваете, вы никогда ничего не тратите, вы не заявляете о своих желаниях. Вот. Мне было безумно неприятно, потому что так было часто, я экономил на себе, пытался отложить деньги, он спокойно принимал мои оплаты, много вещей, в основном я тратил на себя, почему-то. Но я как-то бы промолчал, вот, вот, опять же, вы его спасали, вы заняли роль спасителя, а в определенный момент у вас ресурсы кончились, и вы стали жертвой. Потому что вы ожидаете, что так же спасать будут вас, а не будут. Люди не воспринимают это как спасение, люди воспринимают это как норму то, что вы делаете. Именно поэтому изначально в отношениях вести себя нужно так, как нормально, так, как естественно, а не через силу. Если вам стало неприятно, значит, действуйте вы через силу, и, значит, личный границ в отношениях с другими людьми у вас нет. Дальше. Сегодня мы начали разговоры далека, и как-то переросло в ссору. Знаете, нет, нет, Ольга, за ссору ответственен каждый из партнеров, то есть, ответственный вы и ответственный другой человек. И вам за вашу ссору, вам за вашу сторону в ссоре, вам за ваше участие в ссоре нужно ответственность вам, нужно самой ответить себе на вопрос о том, почему я ссорилась. Почему я ссорилась. Дальше. Так. Я ему сказал, что меня задел в случае, когда он оставил меня без денег и пошел по магазинам. Все так. Все так. Но говорить это нужно было тогда, и говорить это нужно было так, что я чего-то хочу. А то, что вы хотите, вы не говорите. Об этом вы не говорите. Вот. Он это принял как убрек, потому что считал, что я должна была ему сказать дай денег. И это правильно? Это правильно? Ну, может быть, не дай денег, но то, что вы хотите, да, вам нужно заявлять о своем желании. Я не такой человек, он это знает, я не прошел помощи. И это плохо, Ольга. Женщина, она нуждается в помощи. Если вы хотите выбрать отношения с мужчиной, то вам нужно просить, что это у мужчины. Вам нужно позволять ему проявлять инициативу, вам нужно выглядеть слабой и позволять ему решать, что это за вас. Иначе отношения превратятся вот в то, во что они сейчас превратились. Ну, вот. Мужчина просто ребенок, который не понимает ответственности и считает, что отношения только права. А для вас отношения только обязанности. Вот. Сейчас все заделал меня не с денежной стороны, а потому что он не подумал обо мне и решил сделать, как ему удобно. Так, а вы-то о себе подумали, вы-то о себе заявили, с чего ему о вас думать? Если изначально вы вели себя так, что о вас думать не надо, что вы все сами для другого всегда сделаете. Так какие предпосылки были к тому, чтобы человек о вас подумал? Он сам догадается, может быть, но он видит, что вы его обеспечите, он и думает, что вам ничего не надо. Он видит, что вы ни о чем не просите, он, ну и все. Мужчины это существа простые, мужчины это существа логичные, они не будут разбираться в тонких материях и материях. Поэтому очень важно о своих желаниях, еще раз повторю, заявлять. Если у вас не получается, если вы не можете с этим, нужно работать. Дальше, я пытался объяснить, у меня такая ситуация была в семье, где мама делала деньги, и я не знаю, как это положиться на мужчину, мне тяжело ему довериться в финансовом плане. Это ваша проблема? Проблема доверия, это проблема ваша, Ольга. И вам эту проблему нужно решать, вам нужно решить проблему доверия. Потому что доверие другому человеку, это доверие себе, доверие другому человеку, это личные границы, доверие другому человеку, это четкое понимание, что вы делаете для другого, а что нет. Доверие – это четкое понимание, где заканчиваетесь вы, и начинается другой человек. Так что, да, отсутствует доверие – это ваша проблема. Здесь мы видим родительский сценарий, в котором ваша мама не доверяла мужчинам, и вы не доверяете тоже. Но при этом вам любви хочется, и из-за этого вы проявляете сильную активную сторону в этих самых отношениях, тем самым подавляя мужчину. Дальше. Он не говорит, что если человек близок, просить о помощи – это просто. Я просто не считаю его дорогим человеком. Ну, как сказать, понимаете, эта позиция, она имеет право на жизнь, если она подтверждена. То есть, если вы действительно попросите у мужчины, и он что-то для вас делает, то да, эта позиция подтверждена. Но это нужно проверить. Потому что так, это… В итоге разговора я сказал, что у нас и так было много ссор, а из-за чего ссоры? И какая ваша ответственность в этих ссорах? И мне хотелось бы все это наладить и начать с нуля. С нуля нельзя начать. Вы в этих ссорах не меняетесь, вы извлекаете опыт, вы делаете выводы, поэтому с нуля не нужно. Здесь, как бы, ваша детская позиция проявляется, которую вы подавляете. То нельзя отношение на тебя с нуля. И все наладить в прямом смысле этого слова тоже нельзя. То есть, каждому из вас нужно меняться. И поскольку обращаетесь к нам вы, то вам нужно меняться самой. Будете меняться вы, будет меняться молодой человек. Дальше, так, значит, он сказал, что не уверен, что это наладить. Правильно, как и любой мужчина, находящийся в инфантильной такой детской, пассивной позиции, он не уверен в этом. Он не готов брать ответственность. Все так, все верно. Вчера он еще был уверен во мне, но не ожидал, что я закинлю ему это касательно денег. Так не бывает. Вчера ты был уверен, сегодня уже нет. Вы его не обманывали, вы его не предавали. Поэтому, вероятность, его уверенности в вас, в этом смысле, у него либо не было, либо он просто манипулирует вами. Ну, скорее всего, у него не было. Вот. Я не думаю, что он манипулирует. Вот. Так как это самая мерзкая тема для стора. Понимаете, здесь происходит как бы игра. Я обесцениваю тему о деньгах, я вызываю у тебя, у вас, чтобы стыдно, что ты об этом говоришь, и тем самым оставляю себя в выгодной позиции. Следующий раз о деньгах ты говорить не будешь, а я буду вести точно такую же, точно такую же денежную позицию, как и до этого. И все будет хорошо. Дальше, значит, он вернет мне все, что убрал у меня, мне это было неприятно, потому что это недолго, а то, как мы решали общие проблемы, да, детки, изначально, это были его проблемы. В том-то и дело, его проблемы изначально не должны быть вашими проблемами, это первое. А вашими проблемами это может быть, но не деньгами. Если деньгами, то немного. Если деньгами, то никому лучше не ущерб себе, а вас именно ущерб себе, что неприемлемо. Это первое. Второе. Выпишите, выпишите. Значит, он вернет все, что у меня брал. Это позиция, опять же, с крайности в крайность, да, и с крайности в крайность. Это оказывает, как бы, некоторую детскую сенсантильность мужчину. Вот. Даже так. Мы должны были ехать в отпуск, который он оплатил, и, пожалуйста, мне он сказал, что это он оплатил. Этот ощущение был мне неприятен. Опять же, Ольга, а как вы думаете, почему он это сказал? Вы не думали о том, что он хотел просто сравняться с вами? Вы не думали о том, что человек просто это говорит для того, чтобы повысить свою значимость в ваших глазах, потому что он не чувствует себя таковым? Почему вам неприятно? Вы пишите, я чувствую, как будто он мне оказал большую услугу, сделал, оплатив это. Это уже ваша проблема? Почему вы так почувствовали? Почему вы себе так почувствовали? Откуда у вас эта мысль возникла? По какой причине вы считаете, что недостойна такой услуги? Почему эта услуга большая? Это же все ваши проекты, все ваши мысли. Так при чем здесь молодой человек, видите? Ситуация происходит, как бы, взаимный перенос ответственности друг на друга, и отсюда ничего не получается. Никто не хочет решать самостоятельно свои проблемы сам. Свои проблемы. Вы решаете его проблемы, он решает свои проблемы за счет вас, то есть по сути, опять же, решает ваши проблемы. Дальше. Он сказал, что не возьмешь больше у меня денег, он понял, что не сможет у меня платить в трудный момент, и что не уверен, а чем в будущем нужно время решить. И он не даст знать, едем ли мы в отпуск, или это конец нашим отношениям, и мы расходимся. Но опять же, это такая очень важная детская обидь, да, то есть взрослые люди так себя не ведут. Ну, зрелый, я имею в виду. Я понимаю, что заделывал его самолюб... Самолюбство? Нет, вообще, самолюбство неправильно. Но мне тоже неприятны были такие ситуации, когда я себе не могу ничего купить, собирать деньги, чтобы заплатить в итоге за двоих, это за последние полгода, было 30 только за квартиру. Так вы сами это выбирали. Вы сами платили за двоих. Тем самым, освобождая мужчину от ответственности, тем самым, освобождая мужчину от необходимости что-либо делать, просто ожидая от него, но при этом действуя в ущерб себе, тем самым, обесценивая себя в глазах мужчину. Вот и всё. Так, значит, он живёт на широкую, независимо от ни ногу. Вы позволите? Благодаря вам. И когда я пытался ненести свои беспокойства, меня просто взяли меркантильные девочки, которые считают, сколько парень ей должен. Всё так, потому что вы впервые об этом заговорили, вы уже приучили молодого человека, у него уже сложился образ в вас, и ему сложно воспринимать, что, может быть, по-другому, это классическая история. Это классическая история, и тут вам нужно установить такую позицию, что вот есть вещи, которые, к примеру, вы не понимали, есть вещи, которые, в которых, к примеру, ну, в которых вы не отдавали на себя чёрт, вот. И теперь, например, всё будет по-другому. И просто продвигать такую свою позицию. Если мужчина вас любит, действительно он поймёт, если нет, если он вас просто использовал, то да, он, скорее всего, с вами расстанется. Но к лучшему это или к худшему, это уже вам решат. Дальше, значит, так, я не знаю, каково моё мнение сказали, как мне разруливаться в ситуации. Будьте внимания обращать на себя, чётко ограничить то, что вы делаете для других, то, что вы делаете для себя, и не делать никогда ничего для других, вы ущерб себе. И, наверное, родительский сценарий и повод недоверия к себе и обесцениванию себя вам нужно корректировать. Понять на самооценку, уверенность по себе, это то, над чем вам нужно работать. Ситуация, это вы... Ситуацию вы... Какими-то вот действиями, да, словами к мужчине вы не разрулите. Потому что это не та ситуация, в которой можно просто взять и разрулить. Здесь, как бы, уже за год сложившееся восприятие друг друга имеет место быть. И сложно переключаться на другое восприятие. Поэтому нам нужно определённое упорство, чтобы показать, чтобы именно показать мужчине, что вы вот такая, что вы этого не понимали раньше, но вы такая. Вот, возможно, не через деньги, да, то есть, как бы, ну... Вот, возможно, через какие-то действия, возможно, через демонстративную заботу о себе. Но нужно это сделать, нужно показать противно, в случае ничего хорошего у вас просто не получится. Вот, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку «Безврат на ночь». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам!